Виктор Чабану и Алексей Тулбуря Первый вопрос, который бы мне хотелось задать. Вы приехали к нам из Кишинева сейчас. Как дорога? Как добирались? Достаточно весело. Нельзя сказать, что дорога совсем недоступна. Сегодня с утра был солнечный день и он потопил то, что было. Но можно было бы, конечно, и лучше. Спасибо. Давайте перейдем к нашим темам. И самое первое, что я бы хотела спросить, это о тарифах на газ. Утвердили снижение на 20% и демократическая партия считает это победой. Скажите, так ли это? Отчасти мы в прошлой передаче с вами касались этой темы. Наверняка это не победа. То, что предшествовало этому снижению, это была огромная работа, проделанная гражданскими обществами и экспертами, которые показали, рассчитали, доказали, что в течение двух лет мы переплачивали значительные суммы на тариф. И они, в общем-то, процентов на 30 превышали. Ту сумму, которую мы платили, она превышала на 30% реальную стоимость. После того, как это стало публичным, вот эти данные, их показали по многим телеканалам. Возникли даже определенные протесты в Тишинево и возле РЭ. Очевидно, что власть решила, что домашняя заготовка, которую они готовили под выборы, я думаю, что они бы все-таки дождались какой-то осени, чтобы эти тарифы понизить. Пришлось очень быстро на это реагировать. И сначала премьер Филипп заявил о том, что на 20% надо снизить тарифы, ссылаясь на расчеты Минэкономики, после чего на РЭ подтвердила те же расчеты и сказала, что тарифы будут снизить на 20,3 десяток. То есть такое вот удивительное совпадение между Минэкономикой расчетами и расчетами на РЭ, несмотря на то, что это надо было сделать, пункт первый как минимум год назад снизить, пункт второй хотя бы на 30% снизить, поскольку переплата составила порядка полутора миллиарда леев. Мы все переплатили. Ну вот сейчас это все-таки позитивная новость, тариф будет снижен, но снижен он был очень поздно, когда уже практически отопительный сезон закончился. Даже если зима вот еще на несколько дней вернулась к нам, но все равно это уже март все закончилось. То есть все это сделано с опозданием, все это сделано в виде подарка электорального в предвыборный год. Не так, как они хотели немножечко раньше, но это будет подаваться именно вот как такой предвыборный подарок. Как достижение. Как достижение, да, в правящей партии. Энер-РЭ как независимый орган должен действовать независимо ни от какого правительства. Он не должен дожидаться указаний премьера Филиппа. Вот эти корректировки тарифов он должен делать каждый раз, когда курс лея меняется по закону больше, чем на 5% или входная цена. Еще раз напомню нашим телезрителям о том, что на пике мы платили даже по 400 долларов. В прошлом году она была порядка 150 долларов. Только несколько ремарк. А при чем тут победа Демпартии? У нас Демпартия, что ведущая политическая сила страны, у нас КПСС была такой силой во время Советского Союза, была шестая статья Конституции, она была отменена. Можно исключать, что появится такая статья. Ну появится такая статья, значит мы не будем Республикой Молдовы. Но уже в социальных сетях активно пиарит Демпартия, что снижение 20% это победа. Я всегда подчеркивал, что люди, которые отвечают за пиар Демпартии, за идеологическую часть работы, они очень слабо подготовлены, мягко говоря, потому что они эту партию постоянно подставляют. То есть либо у нас действующие независимые агентства, вот АНРЭ это одно из них, либо у нас все-таки Демпартия, которая в ручном режиме руководит всеми процессами. Поэтому вот эти вот триумфальные заявления Демпартии, они просто дискредитируют саму партию, всю ту политическую систему, которую эта партия создала. Во-первых, как отмечал уже Виктор, АНРЭ понизила тарифы после отмашки, полученной от правительства. Это просто противоречит всей логике функционирования такого рода агентств. Они были созданы для того, чтобы самостоятельно, автономно отслеживать цены на закупочные цены, цены на содержание системы, зарплаты и так далее. Того, чтобы эти тарифы регулировать, а не реагировать на указания, приходящие из правящей партии или правительства. Во-вторых, по сути, зачем нам нужны все эти агентства, цифры, АНРЭ? У нас есть плохотнюк, плохотнюк Филиппе Минэкономик, который считает и снижает. То есть получается, что они всем показали, что эти агентства, это полностью подконтрольные правящие партии структуры. На секунду, извините, телезрителям, что зарплаты директоров АНРЭ, которые именно для этого создавались такие зарплаты, составляют 40 тысяч лея. А их там 7, если не ошибаюсь. Чтобы они были независимы. Только директорам мы платим почти 300 тысяч лея в месяц. А зачем? А потом, значит, это АНРЭ сократило тариф на 20%. А эксперты говорят о минимуме 30% понижения тарифа. А я гораздо больше доверяю экспертам независимым, чем... Но эксперты говорили, что это возможно даже на 50% снизить. Чем на РЭ. Я думаю, что возможно на 50%, что ладно на РЭ, которые оказывается тоже содержатся за деньги не налогоплательщиков, а за деньги тех, которых они должны проверять, тарифы на продукцию, которые они должны устанавливать. Тут нет независимости. Тут нарушен принцип автономии. Если ты получаешь деньги от энергетических компаний, то очень сложно идти и настаивать на своей правоте. Но посмотрите, как выглядят менеджеры «Молдова-газ». Это гламурные, подтянутые в очень дорогих костюмах, на дорогих машинах, подъезжающие к работе люди. А что такое «Молдова-газ»? Они что, добывают этот газ? Они каким-то гениальным образом его распределяют? Почему эти люди должны выглядеть как миллионеры? Это нанятые на работу чиновники, у которых должна быть средняя по экономике зарплата. Значит, вот эта история с тем, что мы переплатили за два года, мы переплачиваем не только последние два года, мы переплачиваем все эти годы, мы переплачиваем и содержим целую армию очень состоятельных людей, которые на этом живут. Нас должна подвести, послужить нам уроками и привести к тому, что мы должны настаивать на фундаментальном пересмотре принципов и механизмов функционирования «Молдова-газ». Молдова-газ по штату 5280 работающих. Это гораздо больше, чем в той же, скажем, у неонфенозе, если мы касаемся все равно тарифов. При том, что если вот при непогоде мы понимаем, что аварийные ситуации, постоянно провода где-то там падают зимой, при обледенении. Понятно, что там ремонтировать. И сетей гораздо больше на балансе у неонфеноза, чем у «Молдова-газ». И что такое ремонт сетей в «Молдова-газе»? И почему такой раздутый штат? Здесь опять же, поскольку нас ждет еще один электральный подарок, я думаю, что вскоре и «Финосов» тоже понизит цели на электроэнергию. Я здесь вспомнил, Алексей говорил о гламурных менеджерах этих организаций. Вот сильно радует с тех пор, как ушла из «Финосы» и представила свои доходы. Оказывается, у нее зарплата в «Финосе» составляла 1 миллион в год. Вы себе представляете, что что-то такие зарплаты на общий уровень, средний уровень доходов в «Молдове». Вообще, как это выглядит и почему мы все это должны оплачивать, поскольку все зарплаты прямиком отражаются в тарифах, которые мы платим. Так, кстати, когда Нарея объявила о том, что будет снижен газ на 20%, представители «Молдова-газ» сказали, что они с этим не согласны. И перерасчет был сделан неверно. При том, что эксперты те же говорят о возможности понижения на 50%. Это постоянно всегда так происходило. Кто Алексей коснулся вскользь этого момента, у нас Нарея является независимым агентством. По многим причинам. Пункт первый. Они действуют по отмашке правительства, поскольку директоров назначает правительство. Здесь все понятно. С другой стороны, молдавский законодатель выдумал такую хитрую штуку. Поскольку, например, в Румынии все агентства – это бюджетные организации. Они имеют годовой бюджет и все. И все. Наш законодатель, как всегда, он более подвинутый, он решил, а зачем мы это будем из бюджета. Мы будем оплачивать агентство из процента с оборота операторов. И тогда Нарея у нас оплачивается тем? Молдовый газ, пеннион феноза. Кто спонсор Нарея, угадайте, в трех раз называется. И тогда возникает вот эта ситуация, и мы ее помним по всем годам. Своебразного торга. Молдовый газ приходит и говорит, просим повысить тарифы на 20%. Это тогда еще, когда цена на газ росла, там доллар клею была другая ситуация. Ходило Министерство экономики, говорило, ни за что мы это не позволим. Только 8% и ни копейки больше. После чего Нарея брала паузу неделю, 2-3. Совещалась и говорила, что тариф мы понизим где-то на 14%. Вот так этот торг мы наблюдали каждый раз при повышении. Ровно тот же торг происходит сейчас и при понижении. Когда приходит спонсор через одну дверь и просит повышения на какие-то проценты. Сейчас он, соответственно, просит понижения на тарифа, совершенно на другую цифру. Вот прозвучало слово торг. Но Нарея не должно торговаться. И на аргументы оператора, что мы не согласны с этими тарифами, Нарея должно положить на стол расчеты. Основанные на научном подходе. Совершенно открытые. Совершенно прозрачные открытые. Вопрос не в том, что гражданское общество требует 30% понижения, правительство 20%, операторы 11%, а мы находим среднюю статистическую цифру. То есть у нас будет чистая математика? Абсолютно. Никакого субъективизма тут не должно быть. А зачем нам эти директора, эти люди, которые торгуются там? Там не должны торговать. Там еще и аппарат какой-то. Ну и аппаратом и так далее, да. То есть они должны произвести эти расчеты, показывать оператору, где у них раздуты цены. А это, я уверен, что это и зарплата, это и инфраструктура, это и содержание. Потери в сетях. Потери в сетях и так далее, да. А есть закон о правах потребителей. Эти потери, это ложится на менеджмент, а не на тариф. Ну вот у нас есть такая похожая ситуация в Кишиневе по воде. Это абсолютно нереформированный концерн, АП-канал, который заключает договор на поставку воды с ассоциациями жилищными, а не с конечным потребителем, что противоречит законодательству. Это щетчик, где они. Хотя у каждого стоит щетчик там и так далее. Ну вот вроде что-то там должно происходить. Вот накидывают потери. Тут хотя бы видно, вот мы накидали вам столько-то кубометра воды. А в Газе мы не знаем, где тут потери, где воровство, где раздутые цены. Нет транспарентности. Наре было для этого осознанно, чтобы была транспарентность, чтобы были научно обоснованные подсчеты, чтобы специалисты работали. А не торговались они. Они не занимаются политикой. Эти люди не должны сделать хорошо правящие партии перед выборами. Они не должны делать приятно потребителю или поставщику. Они должны быть объективными арбитрами в этих взаимоотношениях. И настаивать на реальных тарифах. Потому что это касается кармана каждого из нас. При том, что даже когда они растут, ведь это мы в прошлые годы наблюдали, сейчас у нас электоральные подарки. А вот когда тарифы росли, мы понимаем, вспоминаем прошлые годы, то у нас, опять же вспоминаю эти истории с Наре, когда шло жесткое указание, опять же, от правительства, не дай бог вы повысите тарифы перед выборами. И тариф держали. Искусственно, заниженный тариф. Выборы проходили, после чего они у нас прыгали на какие-то там невообразимые величины. То есть нам не надо ни искусственного завышения, ни искусственного снижения перед выборами. Нам нужен реальный тариф, который должен отражаться в соответствии строго с методологией. И тогда всем будет понятно. То есть раньше у нас было так. У нас соответствующий государственный орган решал, сколько стоит киловатт электроэнергии. Сколько стоит термический агент в гикокалориях и так далее. Сколько стоит вывоз мусора. Это решал либо городской совет, либо правительство и так далее. Вот советское вы не помните, но мы помним, сколько это стоило. И правительство, поскольку плановая экономика была, либо покрывало недостающие, либо, так сказать, если тарифы были понижены тогда, оно компенсировало. Сейчас мы пошли по формуле, которая функционирует в открытых демократических либеральных обществах. Что есть независимые органы, не должно правительство этим заниматься, потому что там можно спекулировать, и не должны там другие заниматься. А вот независимые структуры. И вот эти структуры, в конце концов, превратились тоже в орган манипуляции политической правящего большинства. То есть они используют норы перед выборами, после выборов и так далее. Профанация идеи, полная профанация идеи. И смотрите, сейчас тоже из серии тарифов, значит, Министерство экономики, Триумфористки тоже заявило, что мы заключили контракты на электроэнергию с кучурганами с Украиной. Дали общую цену. 5,24 доллара за мегаватт. Значит, не может и Украина, и один поставщик, и кучурганская ГРС представлять одну и ту же цену, если это конкурс действительно на закупку. Иначе между ними существует картельное соглашение, и тогда есть другое независимое агентство, которое называется Совет по конкуренции, который должен разобраться. А почему, собственно, цена, представленная в молдавской стороне, одинаковая и у украинского поставщика, и у приднестровского. Этого никто не проверяет. Зато Министерство экономики говорит, несмотря на то, что закупочная цена у нас поднялась, на 10, эксперты говорят, на 16%, мы не повысим тариф. Это опять популистское заявление, что значит не повысим, если тариф на входе повысился, и электроэнергия дороже. Откуда? Да, лейка. Значит, нас обворовывали до сих пор. До сих пор, да. Они ссылаются на то, что они придумали новую методологию расчета, которая вступила сейчас в силу. А значит, нас обворовывали по старой методологии. Если ты повышаешься цена, ты не повышаешь тарифы, значит, ты обворовывал нас до сих пор. Или ты применял методологию совершенно сознательно, методологию, которая позволяет отбирать собственное население. Сейчас ты придумал новую методологию. А почему ты ее не придумал тогда, когда надо было, так сказать, несколько лет назад? По поводу старого, по поводу тарифов. 15 числа на канале ТВ8 в передаче «Политика» с Натальей Мораль тоже говорилось о тарифах на газ. И было упомянуто то, что предприятие «Молдова Трансгаз», то есть он считается дочерним предприятием «Молдовы Газ», метр трубы, которую заменяют работой по реконструкции труб, в Украине стоит 67 долларов. При том, что буквально через несколько метров та же труба из такого же качества, с такого же материала, с таким же давлением, то есть ничего не меняется, меняется сумма, увеличивается буквально в 5 раз 340 долларов. А эти документы на трубы, они проходят и Панаму, и Кипр, то есть, а это служит тому, что «Молдова Газ» идет в Наре, показывает эти расходы и говорит, увеличьте, включите в тариф, потому что мы столько заплатили. По сути, они сначала оттуда забирают деньги, а потом еще потребители обязывают это платить. Что в этом случае должно сделать Наре? Когда Наре получает эти документы, где видно совершенно очевидно, что закупка труб там проходит через Панаму, через Багаму, через Миргинские острова, не знаю куда, оно должно подать в прокуратуру. Вот эти вот такого рода схемы... Это не Наре должно заниматься, а прокуратура. Никакое Наре такие вещи утверждать и принимать как обоснование изменения тарифа просто не имеет право. А если Наре принимает эти вещи, значит Наре соучастник преступления. Все. То есть это очевидно. Если в Украине это 167 долларов, а у нас в 5 раз дороже, значит тут начинается бандитизм и воровство. Более того, Наре это как раз тот Орел, который должен проверять вот эти вещи. Он должен сказать, а почему у вас 350 долларов, а там 60. То есть он проверяет, а сколько в Украине, а сколько в Румынии нет. Причем схема эта не новая. Я лет 5 назад, кажется в 2012-13, написал статью на эту тему с ссылкой, кстати, на отчеты счетной палаты, которые проверяла вот эти вещи и установила, что, кстати, та же самая ситуация, что труба закупалась в Украине, но разница там составляла от 5 до 21 раза завышалась цена при перевозе через границу. Я это написал, причем с ссылкой, после чего вышла статья, получил такое грозное письмо с вызовом в суд по защите чести и достоинства. Вот такой был случай с Молдова ГАЗ, который, мало того, что такие схемы криминальные постоянно каким-то образом прокручивают, а это дочерние предприятия, и они не новые. Это чистой воды криминальные откатные схемы, которые должны просто пресекаться на корню. Ну вот, по всей видимости, все участвующие и покрывающие, а НРЭ как раз покрывает эти схемы, значит, они соучастники, и они имеют с этого какой-то, вряд ли, процент. Ну, насколько я знаю, оно было в прокуратуре, а прокуратура просто закрыла на это глаза и не дала дальше ход этому. Ну, послушайте, вот смотрите, у нас НРЭ стала еще одним из элементов имитации демократических процессов и процедур. То есть, у нас Центр по борьбе с коррупцией имитирует борьбу с коррупцией, потому что борется с преподавателями и медиками. Прокуратура имитирует, так сказать, раскрывание преступлений, а на самом деле блокирует, вот, в частности, ситуации с расследованием кражи миллиарда, прокуратура блокирует расследование. Совет по конкуренции, да, он есть, и самим фактом они говорят, что вот у нас есть Совет по конкуренции, значит, у нас с конкуренцией все в порядке. На самом деле покрывает монополизацию одной из других отраслей и видов деятельности. НРЭ у нас имитирует регулирование тарифа, на самом деле покрывает воровство. Поскольку у нас же НРЭ, НРЭ подписалось, там, все, значит, все там в порядке. На самом деле там сплошной бандитизм и грабеж. Вот так функционируют институты в захватченном государстве, там, где просто имитируются какие-то процедуры, транспарентные, демокричные, на самом деле... Все они являются частью схем. Абсолютно, да, то есть они покрывают преступления. Да, это чтобы не говорили, что у нас нет демократии, смотрите, у нас все работает. И вот они даже какие-то решения принимают. Когда в суть этого вникаешь и смотришь, получаешь, что они все своим деятельностью и решением просто покрывают преступления. Это как раз и есть суть вот того самого гибридного режима, о котором мы говорили в прошлый раз, в который нас уже нынешняя власть, так сказать, впихнула. Когда институции как бы есть, государственные учреждения, все они вроде бы должны быть независимыми, служить гражданами государства, на самом деле они прикрывают вот такие темные серые схемы воровства, и все они на службе у вот такого правящего клептократического режима. По поводу тарифов еще, они снижены на газ. Значит ли это, что другие тарифы на электроэнергию, на отопление или еще какие еще тарифы могут быть снижены и будут ли они вообще снижены из расчета того, что будет перерасчет на газ? Так происходит в нормальных рыночных экономиках, когда электроэнергия вырабатывается из газа. С другой стороны, мы отчасти уже коснулись и нам уже сообщили, что договоры заключены, а большинство электроэнергии мы закупаем, мы ее не производим, а закупаем либо на Кучурганской, грязь, либо на Украине. Вот входная цена на самом деле у нас дороже, от 10 до 16%. При этом, опять же, Минэкономики сообщила, что заключила договора в пропорции 70% на Кучурганок закупаем, 30% на Украине. Значит, в сумме это 100%. При этом Минэкономики так спешила доложить нам радостную вещь, что тариф не повысится, что забыла сказать, что на самом деле в Молдове есть еще ТЭЦ, который производит от 15 до 20% электроэнергии. Традиционно, да, у нас устаревшее оборудование на ТЭЦ, и наша внутренняя электроэнергия на самом деле дороже той, чем ту, которую мы импортируем. Вот еще 15-20%, которая будет дороже от того, что газ повешевел. Пока еще... Вот здесь опять, смотрите, опять одна темная история, то есть 15-20% могут как-то повлиять на суммарный тариф. Если газ на входе, получается, понижается, а для ТЭЦ он повысится еще больше, чем на 20%, это для конечного потребителя на 20%, а для ТЭЦ это еще ниже. То здесь есть огромный резерв для того, чтобы понизить... Цену собственного производства. Цену собственного производства. Возникает закономерный вопрос, а если газ настолько дешевый, там, процентов на 30 может подешеветь, вероятно, и производство ТЭЦ станет уже конкурентоспособным с кучурганами из Украины, а может даже дешевле. И тогда почему мы заключаем контракты на такие объемы с кучурганами, а не производим больше на наших собственных ТЭЦ? Тоже хороший вопрос, да? И тут всплывает такая хитрая компания, которая называется «Энергокон». Это компания «Преминэкономики», созданная давно, которая занимается исключительно заключением договоров на поставку электроэнергии. Никто никогда не видел публичных отчетов этой компании. То есть, почем они покупают, она не представляет контрактов, о чем она продает дальше, почему не может, например, молдавские электросети самостоятельно заключать, потому что был короткий период, когда у Нион Финоса с кучурганами, с поставщиками заключала напрямую договора. В чем смысл этой энергетической компании? Оказывается, ну, по крайней мере, логично предположить, что там как раз и оседает вот та разница между закупочной ценой и той, по которой она идет дальше. Вот в связи с историей возникновения и исчезновения вот этого энергокапитала, который относительно в Приднестровье недолгий период тоже был посредником между кучурганами и молдавскими электросетями, мы можем себе представить. Тоже эксперты, кстати, представляли вот эти расчеты, что за один год в энергокапитале оседало до 120 миллионов долларов. Разницы, которые уходили дальше на офшоры, это тоже было доказано. То есть вот эта схема вот таких прокладочных фирм, которые существуют для того, чтобы сверхприбыль, который платит, в конце концов, конечный потребитель, где-то оседала. А в данном случае мы говорим о государственной компании, энергоком, которая должна быть образцом прозрачности. И вообще, что это такое энергоком? У меня такое ощущение, что там кроме директора и бухгалтера вообще ничего нет. То есть это рога и копыта, которые просто осуществляют эту роль посредника и снимают вот эту пенку тарифную, которая потом неизвестно, куда уходит. Тарифы. Все-таки тарифы. Они сейчас снизились, но говорилось о том, что они должны были снизиться еще давно. Значит ли это, что будет какой-то перерасчет, и за то, что мы уже заплатили, нам перерасчитают? Ну, насколько мне известно, они что-то будут пересчитывать. Но я не знаю, за какой период, честно говоря, не могу сказать. На самом деле, когда это связано с разницами курсовой и так далее, это все учитывается. То есть какие-то переплаты по закону, они должны входить в снижение, скажем, следующих тарифов. Вот Наре утверждает, что предыдущие переплаты всегда учитываются, либо недоплаты, когда они встречаются, они учитываются в следующем тарифе. Из того, что мы смотрели, по крайней мере, в новостях, я так понял, что ни Наре, ни Молдова ГАЗ не представили полностью все информации по каким-то затратам, задолженностям и так далее. То есть эта схема была отчасти, ну, как обычно у нас Наре, по крайней мере, имитирует публичные дебаты, но при этом оно не представляет информацию заранее, скажем, за две недели, чтобы эксперты могли каждую строчку проверить и сказать, где обоснованные затраты, где необоснованные и так далее. То есть со слов Наре у нас эта разница учитывается. На самом деле, как это происходит, я не берусь утверждать и подождем, чтобы эксперты до конца рассмотрели этот вопрос, и мы уже сможем более содержательно ответить на ваш вопрос. Ну, исходя из того, что сам тариф, он выстраивался неправильно многие годы, и это зависело не только от закупочной цены, это значит, что на предприятии нужно провести аудит для того, чтобы это все выявить. Совершенно верно. Когда последний раз проводился аудит на предприятии Молдова ГАЗ? Вот даже с теми... Вот я почему бы... Мы касались и фантастических зарплат менеджмента. Например, у меня действительно, когда я прочитал эти цифры, и огромный штат работников Молдова ГАЗ, да, с одной стороны вроде радуешься, что у нас есть рабочие места, с другой стороны начинаешь соотносить и думаешь, а вот что они проверяют, кроме того, что... Не, ну так. Они ходят... Это принципиальный вопрос. То есть правильно ли этот штат рассчитан? Может быть, есть резервы сократить его? Нет, по поводу количества рабочих мест. Я бы, например, очень радовался, если бы у нас были предприятия, на которых работают 500, 1000, там, 2-5 тысяч человек. Но это производят. Когда ты этот продукт можешь продать на внутреннем рынке или экспортировать и получить прибыль, налоги с этой прибыли поступают в бюджет, это новые возможности для инвестиций, для социальных каких-то программ, инфраструктурных и так далее. А когда у нас 500 человек работает на газораспределительность... Или 5 тысяч? 5 тысяч, господи. 5 тысяч человек работают газораспределительные компании. Которая импортирует газ. Хорошо, что они устроены. И нам его перепродают. И нам его перепродают. То есть, этот аудит должен произвести... Ну, во-первых, какой аудит? Если это аудит финансовый, то это аудит из этих ведущих компаний. КПМГ, значит, Эрнстен, Бразес, там, как они называются, это ведь большая... И та же счетная палата, поскольку это отчасти государственные... Ну, может быть, совместно со счетной палатой, но... Если обололе газораспределительность... Где приводятся совершенно фантастические... Совершенно фантастические цифры, убытка, воровства сплошного и так далее. И мы не видим никакой реакции. После чего ничего не происходит. Просто не происходит ничего. Полный паралич государства. То есть, даже если ты... Да, это криминальное чтиво. Это просто прокуратура, бери и уже иди разбирайся с этим. Но после этого мы увидим, что ничего не происходит на государственном. Абсолютно. То есть, если эти аудиты становятся бессмысленными, в ситуации, когда на это не реагируют соответствующие государственные структуры. Или, или либо, после опубликования результатов этих аудитов... Но вы видите, какая у нас ситуация, например, с докладом КРОЛ. То есть, они даже не публикуют это. Считают, что это необходимо. Люди выходят на улицу. И добиваются, через давление, осуществляемое на государственную структуру, добиваются результатов. Только таким образом. Но аудит... Аудит... Пока там сидит человек Плохотнюка, там ни такого аудита не будет. Это совершенно очевидно. То есть, во главе Молдова ГА сидит Василий Ботник. Это правая рука Владимира Плохотнюка. Человек, который отвечал за очень специфическую сферу, он как раз ходил по этим предприятиям, и государственным, и частным, и во всей ряде, за Молд Энерго тоже отвечал. И, значит, либо дань собирал, либо учил их, как это делать, так сказать, учил этих людей, как понимать сложившуюся ситуацию. Что вот кто из главных, куда надо там платить. То есть, это... Я помню, когда поменялось один раз правительство, аудит в своем министерстве, в министерстве спорта и молодежи, провел там новый министр. Он пришел и совершенно, значит, искренне хотел проверить. И элементарный аудит сразу показал нарушение, масса нарушений. Деньги куда-то уходили по этому министерству и так далее. Закончилось тем, что у этого нового министра выпихнули в течение одного месяца оттуда. А старый вернулся на свой пост и все это продолжалось. То есть, аудиты нужны, нужны проверки. Но эффект они будут иметь только тогда, когда мы получим там функционирующую прокуратуру, органы судебные, расследования и так далее. Ну, я так понимаю, что аудит нужен везде практически, исходя из того, что происходит. Но вопрос в том, зачем он нужен, потому что после этого ничего не следует. И, скорее всего, кому он не нужен, потому что его не проводят. Нет, ну, он нужен, это фиксируются, какие-то вещи фиксируются, и все равно где-то остаются. Потом можно апеллировать к этим материалам. Но мы повторяем, что сейчас сложившиеся ситуации, вот аудит, доклад КРОН, это своего рода аудит или расследование миллиарда. И там очень много, очень интересной информации. которую при тщательном анализе можно использовать для обрисования общей картины и для того, чтобы можно было указать на тех, кто непосредственно участвовал в пробеже. Национальный банк не хочет публиковать эти вещи. Мы на прошлой передаче говорили о том, что с этим могли бы справиться наши внутренние органы. И вот у меня возник такой вопрос, что, в принципе, для чего это поручили КРОЛу, если, к примеру, внутренние органы могли разобраться, как бы, ну, назначить крайних, так сказать, да, посадить этих крайних, как показательная опорка. Ну, и, в принципе, те, кто в этом действительно виноват, могли бы остаться чистыми и все бы было хорошо. При этом они поручают другому внешнему партнеру, так сказать, агентству, да, внешнему агентству поручают это расследовать. И там, естественно, всплывают фамилии, которые сейчас не хотят называть. Зачем такой сложный процесс им нужен был? Чем дальше от этой кражи, тем больше складывается впечатление, что агентство КРОЛ было нанято умышленно с целью затягивания расследования внутри страны. То есть, смотрите, мы уже четвертый год идет с момента этой кражи. Мы прекрасно помним, когда в парламенте выступали и директоры антикоррупционного центра, который говорил, что отчет КРОЛ это билетристика, это о первом отчете, что они знают гораздо больше. Бывший генпрокурор вообще говорил, что он из окошка наблюдал, как из БМ мешками вытаскивали деньги, то есть, те органы, которые отвечали как раз за противодействие кражи из банковского сектора, они ничего не делали. И с течением времени обратите внимание, что иных уж нет, а те далече. Тетрару из антикоррупционного нет, Гурина из генпрокурора уже нет, Драгуцана нет на посту директора Нацбанка. Постепенно, постепенно исчезают главные действующие фигуры, которые были ответственны либо за предотвращение этой кражи, либо за моментальное пресекание этой кражи, как в антикоррупционном центре как говорили была та самая красная кнопка, которую законопроект одного депутата Демпартии отключил, вот бывший вице-директор антикоррупционного центра об этом сказал, что был такой эпизод. Но возникает опять закономерный вопрос, если антикоррупционный центр увидел, что такой законопроект проходит, их лишают этой возможности, при этом они видят, как в реальном времени происходит кража вот этих денег из банковского сектора, почему они не забили тревогу, не пришли к плену парламента, не сказали, что вот такой закон, он лишает нас этой возможности, почему не апеллировать напрямую к депутатам и так далее. Все это было скоординировано на самом высоком уровне, вот когда вы сказали, они должны были быстренько расследовать и назначить виновных, не это сделали, не крайних назначенных, просто дело в том, что вот эта схема, которую нам вот этот четвертый год уже продают, сначала она называлась все украл Филат, ну оказалось, что там не миллиарды, там каких-то 20-30 миллионов, да, и то не про миллиард, которые по которым он был осужден, а это было по коррупции и злоупотреблении и положением. Не прокатилось Филатом, появился второй фигурант, это Платон, вот Кроу показывает третьего нам фигуранта, не знаю как быстро до оно дойдет, но вся суть в том, что вот четвертый год прошел и ни одного лея, ни одного банунца из денег, которые ушли на офшоры за рубеж из прошлого раза я уже говорил, что это гораздо больше миллиарда на самом деле, сначала три банка опустошили, потом у нас банк перекрыл это и мы еще 25 год. Требуется еще год и база электронная будет уничтожаться. Совершенно верно, да, но вот не лея из-за рубежа не вернулась. То, чем хвастается нынешняя власть и говоря, что там периодически целый миллиард вернули, потом вдруг Канду один раз даже сказал, что чуть ли не два, но все время эта цифра вертится вокруг миллиарда с копейками леев из из той огромной суммы из всех украденных миллиардов, это на самом деле реализация активов трех обанкротившихся банков. Процедура банкротства ничего общего с возвратом украденных денег не имеет. Это продажа автомобилей, офисов и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот где мы находимся. Надо понимать, что те, кто украл миллиарды, они сегодня у власти находятся. Четыре года назад украли миллиарды те, которые сегодня руководят Республикой Молдова. То есть они не могут сами себя осудить, послать себя в тюрьму не могут. Поэтому придумывают всякие такие схемы, среди которых доклад Крул, который на очень скудном информационном пайке, что они не могли получить всю информацию из нацбанка, практически расследовали это преступление и это есть в отчете. Те, которые сидят в прокуратуре, в центре антикоррупции, они не глупые люди. То есть это люди, которые могли бы расследовать это преступление в течение нескольких месяцев. И деньги бы вернулись, если не все, то большинство денег вернулось бы домой, а виновные уже были бы наказаны. Кто как, кто за что отвечал. Но проблема в том, что... Если бы они все функционировали, они даже не могли уйти. Да, то есть если бы это функционировало, в чем специфика этого грабежа? Вот мы постоянно об этом должны говорить и не забывать, что все государство, все, без исключения, начиная от правительства, которое приняло через взятие на себя ответственности целый ряд законов и предоставило госгарантию, которая была отменена еще в 1999 году, как преступная схема, как заканчивающая всегда воровство. Еще правительство Стурза отменило госгарантии на кредиты, предоставляемые, так сказать, начиная с правительства и заканчивая прокуратурой, центром, нацбанком. Все, как один, участвовали в этом воровстве. То есть государство обворовало собственных людей, вытащив из национального резерва миллиард. и это же государство не изменилось за 4 года, поэтому оно не расследует собственное преступление. Поэтому кролл, да, это своего рода такая, так сказать, схема по затягиванию. абсолютно, да. То есть не потому, что кролл умнее или что. У нас довольно умные и подготовленные люди сидят везде. Просто они совершили преступление, они продолжают преступление совершать по подрыву усилий по расследованию. Это тоже, это то же самое как по дуре Домняской. Помните, что произошло? Да. Значит, поехали высокопоставленные судьи, там, прокуроры и убили человека на охоте. На охоте убивают ежегодно, там, трех человек в Молдове убивают на охоте. Ну, это случается по несоблюдению правил безопасности и так далее. Это расследуется, если это по, значит, люди невиновные, значит, они отделываются там какими-то мелкими наказаниями или идут к тюрьму. Это преступление, поскольку, как утверждала пресса, убил этого человека генеральный прокурор на тот момент, как его уже и забыл фамилию, не важно, генеральный прокурор на тот момент, они его прикрыли это преступление. Генпрокуратура не давала расследовать, МВД, личная охрана Плохотнюка поехала и уничтожила все улики, запугала все население, этого несчастную жертву похоронили секретно и очень быстро. то есть они прикрыли это преступление, совершив тем самым преступлением еще одно. То же самое происходит с банком. Произошло воровство, после этого все государственные структуры занимаются сокрытием преступления, затягиванием растений. То есть ежедневно совершая преступления служебные, профессиональные, уголовные и так далее. То есть скандал, который возник в результате опубликования разговора Танаси и Платона, глава Конституционного суда знал еще несколько лет назад о том, что происходит, но благополучно молчал, занял пост министра юстиции и в принципе всем хорошо, всем спокойно. Он тоже был информирован по тому, как он отвечал, но даже если бы он вообще ничего не знал и после такого подробного отчета со стороны его контрагента он должен был куда-то обратиться, как добропорядочный гражданин. Но он сам же сказал африканская страна, африканские законы. Вот весь цинизм нынешней власти, то, о чем говорил Алексей. И на ключевой вопрос, наверное, интересующий телезрителей, а когда все-таки может что-то произойти, я приведу просто пример аналогичные хищения происходят, да, кстати, в африканских странах, вот, был такой прецедент с Нигерей, значит, все, когда происходит смена власти, другая уже очередная власть приходит, тогда появляется возможность расследовать, не только расследовать, но и вернуть. Нигерия таким образом обратилась к правительству Соединенных Штатов и обвинителем, суд состоялся, кстати, на территории Соединенных Штатов, обвинителем выступал заместитель генпрокурора Соединенных Штатов, признал похищенные предыдущей властью в Нигерии деньги достояния нигерийского народа и все деньги из всех офшоров, 9 миллиардов, были возвращены в Нигерии, неважно, это были в офшорах, где они там были попрятаны, но вот механизм такой существует, для этого нужна политическая воля, но мы вспоминаем, как посол Соединенных Штатов в одной из телестудий у нас в Тишиневе обращался и говорил, что Соединенные Штаты готовы поспособствовать. Я хотел только сказать, да, вы только обратитесь к нашим органам не к частному агентству, у которого ограничены вполне полумочия по каким-то запросам и так далее, а к государственным образом. После этого последовала тишина и никто из внешней власти так и не обратился. Не обратились, потому что КРОЛ обязан условиями контракта сидеть и молчать. Они расследовали, сдали деньги, получили свободные. политики, государственные органы американцам платок народ не набросишь или там структурам европейским. Они пускают, ребята, это не сотрудничество по расследованию миллиарда, это воры пытаются нас вокруг пальца обойти. Поэтому эти воры, которые сегодня находятся у власти, вся эта банда, они естественно не обращаются за помощью, была бы воля к расследованию. Давно бы уже и расследовали и привлекли бы и США, и Евросоюз и все такое. Обратите внимание на скандал недавний, который произошел в Латвии. там был задействован один банк, который кстати замечен и в схемах КРОЛа, и в схемах по отмывке 20 миллиардов от тех российских, которые прошли через нас, АБЛВ банк. он был просто министерством финансов США наложило запрет на его операции в доллар, поскольку все вот эти операции осуществлялись в долларах, этот банк был фактически просто уничтожен министерством финансов США, это первое. Второе, был арестован президент Центрального банка Латвии, поскольку Латвия это страна Евросоюза, там это прошло достаточно быстро, с участием непосредственно государственных органов Соединенных Штатов, и это все подлежит расследованию. Поскольку Молдова такая вот непонятно, какая страна, которая декларативно стремится к Европейскому Союзу, а на деле вся эта власть является глубоко антиевропейской, происходит то, нынешняя власть всячески прикрывает все то, что в этих схемах она участвовала и ограничивает доступ международных организаций, международных правительств, институтов к расследованию этого дела. Что не означает, что в том же министерстве финансов или вот скажем Федеральное бюро расследований нет данных по вот этому просто случаю, который ведет во многие учебники кражи миллиарда из Национального банка в учебнике экономики такой случай. Это вопрос еще раз говорю, что несомненно он будет и расследован, несомненно все, был причастен к этому будет и наказан. Вопрос только заключается в том, когда. Я уже говорил, что есть такой пример, когда меняется власть, приходит следующая власть, есть политическая воля к расследованию, это происходит достаточно быстро. То есть если сменится власть, то скорее всего это все очень быстро встанет на свои места и будут найдены, даже не найдены, а озвучены иного. У нас к сожалению прецедентов таких не очень много, власть менялась, но за предыдущие преступления мало кто отвечал, но будем надеяться, что произойдет и смена власти, и смена парадигмы, и смена системы, и вот тогда целый ряд факторов способствуют тому. Ну конечно системы это люди и подходы, понятно. У нас самое лучшее по определенным сферам законодательство в Европе, которое никто не соблюдает. Смысл принимать законы, когда ты живешь по понятиям, по законам коррупции, а не по конституции, не по писанным законам. То есть мы, вот у нас наше правительство периодически отчеты отсылает в Брюссель по выполнению плана действий по внедрению договора об ассоциации. Был принят план действий, предусматривающий совершенно конкретные меры, включая незаконодательного характера. И вот законодательного характера мы меры выполняем, принимаем какие-то законы, регламенты и так далее. Дальше ничего не происходит. Никто эти законы не внедряет и не соблюдает. Но тем не менее что-то мы там делаем. Вот мы послаем отчеты что на 50% выполнены, на 80% выполнены, на какие-то... На самом деле ситуация просто продолжает деградировать, потому что все принятые регулирующие документы никто не соблюдает, никто не внедряет. Вот. Поэтому когда мы говорим надо поменять систему, то да, может быть надо поменять и какие-то правила игры, но надо поменять людей. людей, которые обеспечат соблюдение существующей Конституции, соблюдение существующих законов, когда выходят политические силы и говорят мы за принятие новой Конституции, поскольку эта Конституция вообще никакая, она все не предусматривает. у нас замечательная Конституция Конституция Конституции Соединенных Штатов была принята 200 лет назад, к ней 12 поправок за все этот период, она была принята в совершенно другом историческом контексте, при другом уровне технологическом развития, при другой политической культуре и так далее. Тем не менее у американцев хватило мудрости не лезть в эту Конституцию, а интерпретировать ее таким образом, чтобы она регулировала социальные отношения вот уже 200 с чем-то лет и сегодня прекрасно регулируют отношения. А наша Конституция, которая принята 20 лет назад, значит, она не хороша. Это говорит об уровне, так сказать, конечно, юридической подготовки юристов наших и населения. То есть проблема не... Если есть надежда, то она в пролах. Но они не осознают своей мощи. Будут расследованы эти преступления, люди понесут нагазание, но мы должны для этого прилагать усилия. Само по себе это не произойдет. Редактор субтитров А.Семкин